Основная проблема на территориях дачных – обществ, мешающие обзору ветки деревьев и кустарников вдоль обочин. Их необходимо будет срезать дачникам, к чьим заборам они прилегают. И сделать это нужно перед тем, как запустят автобус. Привести в порядок придется и остановочные павильоны, убрать мусор после зимы. На сегодняшний день состояние дорожного покрытия удовлетворительное. Просто по пришествии благоприятных условий все равно будет служба БДХ выезжать и производить ямочный ремонт. По маршруту автобуса движения. Хорошая новость для дачников – автобусные маршруты запустят. С 1 мая и по 30 сентября они будут ходить по графику. В ближайшее время он появится на сайте городской администрации. В этом году был проведен аукцион для всех, кто занимается автобусными перевозками, собственников, у кого есть лицензия на перевозки. И наша ООО ПТП выиграла данные маршруты на территории города Искитима. Поэтому ООО ПТП будет перевозить по дачным маршрутам и на территории города Искитима. На дачных маршрутах будет курсировать 4 автобуса «Мара-Клиас», «КамАЗ», «Нефаз» и «Мичуринец». На дачи до Обского залива пойдет самый вместительный транспорт. Он будет делать 14 рейсов в день. Добираться до своих участков дачники будут с пересадками, как и в прошлом году от «Киевской». Руководство пассажирского предприятия отмечает, что для удобства теперь не только 6Б будет подвозить людей к дачному автобусу. Курсировать по городу будут сразу три двойки. До Ивушки также будет ходить автобус большой вместимости, с Газовой через поликлинику. Тоже у него примерно около 14 рейсов в день будет. В «Зеленый бар» будет ходить тоже автобус большой вместимости. Вот в «Пролетарской». Там тоже примерно около 12 рейсов в день будет выполнено. С центра будет ходить троечка подвозная, пересадкой и поехали до «Зеленого бора». Если сделать маршруты без пересадок, значительно сократится количество рейсов в день, что тоже не очень удобно дачникам. Пока этот вариант – единственный выход. Все льготы сохранены.